Скитаясь по кривоуховым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые заценки. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, RussianFear, и мы с вами продолжаем наши приключения в мире ведьмака. Так, в прошлой серии мы узнали, что стало с Цири. Увидим. Давайте расскажем барону, что мы нашли его жену, и она служила ведьмам. Пойдем уродину покормим. А то ему склоны свои слов. И попробуем, кстати, сразу же, возможно, сделать какой-нибудь получше себе меч. И броню у кузнеца-барона. Скажу, все скажу, где покража спрятана. А, твои друзья давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. Силы накатили. Так, где барон? Я в стаканчик накатил. Вот и у тебя. Что у нас тут за сундук? А, это наш тайник. Кстати. В тайнике ничего нет. Можно пока арбалет положить. Но фиг знает. Давайте посмотрим, что у нас по уровню. Уровень десятый у нас. По умениям. Что мы будем брать? Техника школы кота. Ну, пока я не хочу техники брать. Если уровень энергии слишком низок, знаки можно накладывать за счет очков адреналина. Ну, такое себе. Восстановление здоровья длится дольше. Мы его уже прокачали. Память тела. Наведение арбалета. Решительность. Вот это, я думаю, нам надо. Хотя. Давайте сокрушительные удары. Как мощная атака. Так, пять. Ну, и опять же открыл. До открытия еще два очка. Давайте сюда одну. И вот сюда одну. Теперь вот сюда. По поводу мутагенов. Мутагены. У нас же появились, да, по-моему. Да, мутагены появились. Мощь знаков плюс пять. Сила атаки плюс пять. Вот это нам что дает? Здоровье плюс пятьдесят. Плюс пятьдесят. Ага-ага-ага. Ну, давайте силу атаки поставим. И сюда можно еще одну поставить какое-то умение. Так, а это у нас зеленым должно, по идее, да? Базовое умение. Мы не прокачивали, к сожалению. А надо бы. Так, а если мы сделаем вот так? В принципе, ничего не меняется, да? Да, сломанно зеленые знаки. Вот так вот пока что сделаем. И давайте посмотрим по поводу... Рюкзака нашего. Так, это понятно. Арбалет это лучше, да? Да, это лучше арбалет. Так, по поводу перчаток. Перчатки можем одеть. Ботинки такие себе. Ну да, перчатки только, а ботинки смысл нам одевать? Нету пока что. Пока что так все оставляем тогда. Пойдем в барону. Барон, ты где? Наверху барон или где? Не, нифига не здесь. А вот и барон. Прикинь, что я умею, да? Ну, с чем пришел? Так. Я отдал куклу твоей дочери. Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... Это, пересмотрите, серии была серия, где мы отдали куклу и его дочери. Я нашел ее. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти, я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? Ну, так-то оно так и есть. Ну, я так и думаю. Да, так я и думаю. Может, для вас, ведьмаков, мир и правда черно-белый. Только у обычных людей он состоит из оттенков серого. Моя история тому свидетельства. Ну, расскажи, как было. Давайте узнаем всю историю. Ты наверное, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Санетта, у нас была любовь с первого взгляда. В битве по Данхарам мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она, пила и расплакалась отчасти. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис. На помощь королю этой, ну. Поевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка. Потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. А, и что было дальше? Ну, хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Получал жалования, а Анетта одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти три года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махну. Но она мне годами рога наставляла. В гробона видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей. Только письмо. Написала, мол, меня не любит. Уходит к этому шлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему. Хотел только девочек домой забрать. А как я его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду. А требуху его бросил псам. А что, Анна? Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Она устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец, за нож схватилась. Я, если бы не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее само убил. Я тысячу раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через два года злость ее перешла в равнодушие. Но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ну, вы оба виноваты, скажем, и прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну, ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Ну, мы заключили договор с ведьмами. Мы заключили договор с ведьмами и... И, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет. Но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Ну, делай, что хочешь. Делай, что хочешь, но меня не втягивай. Таскаться по болотам и путаться с ведьмами – чистая глупость. Так что делать-то? Сидеть сложа руки и ждать, пока она сама вернется? Я пошлю туда людей. Я сам с ними пойду и вытащим ее. Я тебя предупредил, а как ты поступишь – дело твое. Сдержи слово. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я? На вас напал Василицк. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина. И что, нам теперь с Василицком браться? Когда перед нами придемлюсь, я решу все. В этот раз нам уже не вывернутся. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь. Выживешь! Ну, тогда покажем этой сволочи. Ага, мы бьемся социалистом. О, господи! Волхов никто не этого. Садись уже, тварь. Че он? Сядет? Попал. Хорош. Еще надо. Ниху-ка рекой. Давайте петушка на землю опустим. Бей его. Че ты там стоишь? Ух ты! Че ты там стоишь? Ух ты! Вы же Лиску забили. Леха! и он потащил его на гору теперь мне за ним я этого так не оставлю или что мне взял то как мне тут-то залезть вопрос ладно добраться до вершины башни полезли петушара не доделал и ящерица с петухом скрещены это вот это прикольно кстати как думаете про цири отдельно выпустят игру сиди project red пишите в комментариях что думаете я думаю что в принципе история должна раскрыта быть до конца по крайней мере я бы сыграл за цири ты все собрала да спасибо то что ты для меня сделала никогда тебе этого не забуду ты тоже мне помог дал мне приют велел обо мне позаботиться извините тебе не обязательно уезжать здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию я должна за мной гонится упыри дикая охота когда я использовала силу они взяли мой след за тобой гонится дикая охота пока я здесь вам грозит опасность вели людям запереть двери и окна и пусть ночью никто из дому не выходит а ты ты то что будешь делать я еду в навигра а там увидим она села на коня и уехала пусто тут стало без нее как цири прошла через риданскими войсками и несмотря на это ты послал цири в навиград она искала чародейку а чародеи все в навиграде кроме того я не оставил бы ее на поживу риданцам я дал ей охранную грамоту что еще за грамота да покажешь ее любому херу на переправе тебя пропустят ты мне ее отдашь а зачем усложнять тебе жизнь ребенка ищешь так что бумага пригодится откуда у тебя охранные грамоты откуда у тебя вообще эти охранные грамоты я ведь не всегда командовал этой банды придурков когда-то я служил в темерском войске но переправу охраняют риданцы если есть заслуженные репутации хорошие связи то цвета и знамена отходят на второй план ну ладно значит есть шанс что цири все еще в навиграде спасибо что ты ей помог да не за что раз ты все уже знаешь что наверное торопишься но ну может быть если ты говори уже я хочу поехать за анной отбить ее не верю я что она там сидит по своей воле плохо ты меня слушал поход на болото это самоубийство вот поэтому мне нужна твоя помощь о цире я тебе больше ничего рассказать не смогу но будь уверен я буду очень щедр если ты поедешь со мной ладно поехали немного наличных всегда пригодится ну ясное дело я значит соберу людей и отправлюсь к штейгерам будет здорово если ты к нам там присоединишься давай разберемся уже с видео до конца о господи это что за херня что за вот ты где опять сбежал извиняюсь мы уже ушли что это было что это было а это ты мне скажи чудище это или человек мои люди называют его ума считают монстром мне кажется это человек только страшный как говно ордаля а откуда такое имя ума странное имя ну да странное но он мне другого то не назвал значит он умеет говорить не я спросил мол как звать а он ничего только тычет себе в нос палец ноги ну тут я хватаю его за руку спрашиваю у тебя как сам он смотрит на меня как на глупого и гудит такой у ума вот вот так прицепилась ну давайте теперь с этим разберемся он не похож хотя медальон при нем дрожит странно откуда он тут взялся а с ним смешная вышла история да я его в карты выиграл неужели больше не на что было играть да что ж ты ко мне сука прицепился то ну вышло так а не иначе ну поставили его на кон и все тут все претензии не ко мне а к его прежнему хозяину ну расскажи и что смешного в этой истории поехал я как то в новиград развеется вкусить так сказать радости и большого города остановился в трактире а там как раз играли и я присоединился карта мне шла вот как по маслу ободрал я сукиных детей дочестно а один торговец особенно взъярился он то просадил все что привез со скеллиги страшно хотел отыграться понимаешь вот я и согласился я спросил что он может поставить а он показывает это чучело ну интерес скверный и хрен с ним я дал мужику шанс отыграться чё он шансы не использовал так вот уродицы попал во вродицы вот и песенке конец очень смешно животики надорвешь да чтоб ты понимал бы ну теперь ты самый настоящий барон даже шут придворный есть да хотя я вот чувствую что с ним что то не то то есть он вроде больше зверь чем человек а с другой стороны у него вот сукиного сына есть что то такое умное в глазах не знаю может кажется ты видал такое нет не видал но с виду он не опасный ну ладно ничего он жрать много не жрет глопот покуда не доставляет так что пускай ребята веселятся мне пора прощай ну будь здоров надеюсь что ты найдешь дочь и будешь для нее хорошим отцом с твоим этим харьком не надо разобраться я же с собой сказал что поеду так ладно давайте посмотрим задание защитник веры так светилище это понятно найти ингредиент с пропавшей так это вообще не интересно походить по округе да непонятно тут еще у нас дел довольно таки много лишачиха десятый уровень у нас десятый уровень как раз охота за сокровищами так давайте вот сюда используя ведьмач ее найти спрятанные ценности спрятаны от всего мира давайте сходим туда посмотрим мы сейчас сходим сразу же кузнецу чем могу служить доспех мне нужны доспехи так десятый уровень доспехов нет до 14 14 ну такое себе так в лавке что у тебя 11 сапаки следопыта за 25 давайте купим это больше нам и нечего да покупать здоровье повышают так вот это мы продаем это тоже и это бывает так смотрим сапоги сапоги можно продать по поводу меча меч можно продать арбалет можно продать чем могу служить давайте сразу же разгрузимся чтобы я хочу посмотреть твои товары лишнего ничего не было так вот эти сапоги лучше блин уровень 2 тратится на них как-то не особо охота да и мы позволить все не можем правильно починить 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 надо все так бывай бывай давай посмотрим что у тебя чем могу помочь что у тебя есть на продажу а у нее тоже самое или нет да вроде нет хотя нет то же самое 136 нет у меня таких денег ладно бывай я за сокровищами так стоп здесь все забираем потому что я помню еще с когда я первый раз я проходил лучше не пропускать квесты которые есть здесь чтобы потом не возвращаться лучше пройти все истории здесь пока ты их понимаешь и находишься в курсе всего что здесь происходит дали сука себя обработать как новиградские девки чего удивляться сами с ведьмаком связались откуда взялся то этот ведьма так где сокровища нам искать вот здесь да нам тогда сюда что то мне подсказывает что вот те мужики много наворовали ты что чудище какое здесь увидим нет так иди отсюда во нам ведьмака не надо я вижу даже нескольких чудищ давайте так скажем я тут вижу даже нескольких чудовищ где дремил ну ты честное слово тупее чем кусок солонины он же про нас мы то обычные люди а вот ты мутант а ну-ка ребята вали его вот я так и думал а умеете вот так фаталити блин сучка а вот и деньги которые мне так не хватало давайте все обшмонаем все это продадим естественно использовать ваши вещи были улучшены ух ты тут точильный стал но здорово то как это я еще по домам не прошелся а как мне сверху взять так берем все естественно все что плохо лежит да и что хорошо лежит тоже берем все в хозяйстве пригодится так первый дом обошли блюдо шкура неинтересно и это было как слишком легко и уровень у них как бы не такой чтобы уж прямо мощный был да так там вроде все хотя вот там хаты непонятно можно зайти или нет ли это не хата вообще а это и не хата вообще пойдемте сюда посмотрим что у нас здесь хорошо зашел тут я был но и тут видимо все так давайте на задание опять использовать у меня чтенок спрятаны ценность с которой говорится письме задание у нас здесь я не туда маленько зашел да понятно я по дороге разобрался с какой-то бандой но это же по идее неплохо тут у нас есть что-нибудь какие-то развалины вряд ли наверное да а нет что то есть чертеж чертеж ну подожди кто ах ты блин туманник два выходи блин еще не тот знак минус один где ты вон ты давай да сколько вас здесь все вроде все вот так вот зашли мы да пособирать блин там еще один туманник тоже или ты не туманник кстати именно туманник забираем это все пойдем где тут сокровища не искать со сколькими мне еще надо разобраться собаки ха так просто проще ничего в жизни не искал пойдемте вот с этим разберемся чудиком чем тут ходит просто покажи что умеешь да ни черта он не умеет а вот вы все где ваши это берлога да давай по одному нахер и я их называл раньше нахер и ну в принципе так и есть если мне отправляться на скеллиги то показывают что я там скоро типа отъеду так здесь вроде бы все мы решили да стоп а вот это что спрятанное сокровище значит еще не все так быстро давайте не будем сдаваться и тут у нас спрятанное сокровище что-то не похоже а нет прям здесь может я его уже забрал потому что странно никого нет видимо чутье ничего не дает ну видимо да уже здесь словить нам нечего так смотрим дальше возвращение в кребе ух в топе давайте я возьмем пойдемте с бароном разбираться с ведьмами дальше так нам отсюда так где с бароном встретиться понятно поехали поехали откуда откуда тут вообще охотники за колдуньями не ехали же они с самого новиграда чтобы вздернуть двух холопов не знаю господин они сказали куда едут геральт хорошо что ты пришел а то с этим мужичьем сладу нет надо будет их кнутом поучить может яснее заговорят ну говори куда поехали в деревеньку на болото господин и какая-то девка с ними была про мать вы спрашивала девушка геральт едем туда сейчас же так мне надо приготовиться приготовиться это что ж ты сапожки чистить собрался или в носу ковырять а ну тебя как знаешь я собираю людей и отправляюсь я догоню тебя в деревне ведьм так ладно где у нас наш этот самый бестиарий вампиры дракониды духи духи реликты ведьмы масло против реликтов и квен квен это у нас что я понял дух тут тяжелый вот у крестьян мозги гниют так реликтов масло против реликтов давайте смотреть масло против реликтов чё нам не хватает амэла 5 штук вот это плохо вот чё только холопы не придумают скоро ты сам убедишься что ведьмы существуют так нам теперь с ним надо идти что ли терят какие-нибудь старухи безумные да людям головы морочат пойдем а на спине осталось потому что сердце у нее мягкое потому что по моему получим мы по хребтине она всегда добрая да давай беги уже я тебя вечно ждать не буду барон ты где там хотя толку от вас все равно в одного драться да ну началось салата сзади не честно барон помогай но жёстко давно вы так не воевать да вы сюда полезли сейчас вы справились но дальше то что вы за мной бежит надеюсь но еще вы так и будете пешком идти или чё или может ускорить ну барон с водяной бабы справиться не может заколдовала еще его все оттуда потому бабе водку не давай водные бабы но это да это сильно а вот и заваруха да да я убью я же главный герой в игре это мой опыт блин ведьмак ты передумал сколько отец тебе заплатил думаю тебе нечего бояться ты же привела с собой друзей я не боюсь а вот и дочь вечный огонь меня защитит от меня и защищать не придется тамара доченька вернулась все таки дай-ка я тебя обниму не подходи я приехала за мамой ты бы так и оставил гнить ее на болотах а ты думаешь что я тут делаю я возвращаю ее домой вот уж нет ты ее больше и пальцем не тронешь никогда и я не позволю можешь обижаться на меня я был не лучшим мужем и отцом но я изменился ну спроси кого хочешь геральт ну скажи ей барон хочет найти жилой час и правда хочет найти жену твою мать и много он тебе платит чтобы ты держал его сторону истинно говорю вам гнев не доведет вас ни до чего иного кроме погибели а это кто такой а ты кто такой чтобы спрашивать это мой командир этой пьяной свиньи это не касается тамара значит ты с ними теперь может еще велишь им собственного отца повесить или под пытки отдать ты мне не отец и мне все равно что с тобой станет напомню что у нас есть дела людьмак поможешь нам затем я пришел я потерял пятерых людей и не знаю чего еще ждать в этом проклятом месте не стоит терять времени ведьмы могут вернуться а с чего ты взял что их здесь нет с того что мы еще живы обыскать деревню зачем у него на носу такая фигня из шипов нет а вот и это мельница по идее наверное надо давай-ка назад грязнуля пряника кусок надо же жили горяченький мама вот и ты свежий как цветочек бей меня вышло слишком мало я надкусила проверить крепкий ли но он свежий жалься 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 я просила молила мама это я ты узнаешь меня что с ней такое я же сказала что все сделаю дай-ка сюда я протру все начисто то тру мама что-то приближается готовьтесь а что именно что это было может волки что-то не похоже на волков это верно это верно приготовьтесь да я готов не сбежать да меч достань от тебя смерть страхом ты портишь нам драки баба водяная блин да не стой ты дай ты ему уже в щи сколько о боли на это что за херня ты без я против весов еще не дрался в этот раз так без чем бить веса горе он хорошо горит я понял куда он побежал ах ты пану вырубил меня стой иди сюда без от тебя смерть сам ты колдун блин я его бью в отличие от вас что происходит я ни хрена шики не вижу что это было похоже без ведьма нас почуяли и послали его за анной проклятые ведьмы мало они нам зла причинили хватит я забираю ее это моя жена и она вернется со мной домой я буду рад если ты поедешь с нами не прикасайся к ней мы обе уезжаем из этого проклятого места она больна слаба куда ты собралась тащить ее в таком состоянии баксенфурт ты убьешь ее я не позабочусь вы рвете ее друг у друга как тряпичную куклу дайте ей решить куличики на обед будут куличики ничего она сейчас не решит это какие-то злые чары ведьмак помоги ей прошу тебя давайте пока лишь это не злые чары а что же она слишком много вынесла потеря ребенка похищение бесам жизнь в деревне у ведьм заботы о детях которые теперь пропали все это оставила на ней след она с ума сошла и все ты не сможешь ей помочь она навсегда останется такой мне очень жаль я отведу ее к одному пустыннику я встретил его много лет назад очень мудрый человек у него настоящий дар вручевать ну давай попробуй стоит попробовать я поеду с тобой к сожалению это невозможно почему у тебя есть обязательства перед церковью вечного огня как только мы закончим дела в велене ты вернешься со мной в оксинфурт ты сказал что спасешь мою мать и я сдержал слова теперь они позаботятся твой отец позаботиться ты же знаешь кто он такой знаешь что он с ней делал он уверяет что изменился и я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи он позаботиться о ней а у тебя теперь новая жизнь и новые обязанности перед вечным огнем не бойся все будет хорошо я больше не притронусь к водке найду знахаря а когда он ее исцелит мы тебя отыщем поклянись клянусь а я так хотел ведьм убить всего лишь дали убить без без и все это как нечестно блин ведьмаки были созданы чтобы убивать чудовищ не важно кто дает заказ важно чтобы плата была по уговору мелочь только отравляют жизнь ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой люди не ждут что ведьмак станет защищать их от них самих это нам предыстория такая спасибо за помощь ведьмак несмотря ни на что до хранит и направит тебя вечный огонь спасибо прощайте 100 крон не заплатил хорошо что ты но в принципе мы свое дело где сделали опыт получили если кто и поможет какой-нибудь и выполнили многие дела так давайте соберем все еще здесь валяется у нас был тяжелый день после но у вас ты конечно вы тут рядышком стояли просто и смотрели а я работал и после этого у вас был сложный день вот уж не поверю так да что ж дорогие друзья на этом мы будем заканчивать данную серию спасибо что досмотрели до данного момента надеюсь вам понравилось а если вам понравилось то обязательно поставьте свой большой палец вверх и конечно же подписывайтесь на канал если вы все еще не подписаны также поставьте большой палец вниз если вам не понравилась данная серия и не забывайте нажать на колокольчик чтобы получать уведомления выходе новых серий увидимся в новых сериях всем пока всем пока